Привет. Привет. Ты что, меня уже встречаешь? Ну конечно. Я понял. Встречаюсь. Привет. Привет. Что в этом? Как дела? Чего нет света? Есть. Но скоро выключат. Пока есть. Говорю, есть, но скоро выключат. По-моему, через час. О, слышишь, у вас тут даже ремонты люди делают. Я не буду делать, не ремонт. Что? В смысле? Ты вчера в эпицентре была, что? Ну все. А? Все. Что все? Что значит все? Не сядь, тут у меня свинья гоняет. Тебе там срет под кровать, под одеяло? Послазит. Навалит тебе там кизяков? Они у нее сухие. Угу. Киша, привет. Как у тебя дела? Что ты там смотришь в окне? Угу. Киша призналась ему в любви сегодня. Угу. Пришла? Это я нервы себе. Слушай, а что ты уже ремонт передумала делать? Нет, нервы себе успокаиваем. Давай разберем вот эту полочку. Какую? Вот это все, что тут завалено. Вот это вот. Выбросим эту штуку. Так подожди ты, ничего. За полочки забудь. Что? Ну потому что тут у меня свинка не сядь. Я не буду садиться. Сейчас одену. Что-то на себя одену. А то лажу в таком. Что ты голая лазишь? Нет. Сергей Алексеевич, будете делать ремонт? Я буду покупать материалы. Что надо. А вы будете делать? Что? Что скажете? Ничего я не скажу. А что смешного? Я не знаю, что смешного. Ну вот это пораскидывал все. Тапочки ему дай. Да вон. А, тебе тапочки дать. Хоть косметику сделаем. Обои переклеить, потолки перекрасить. Тумбы вот эти выкинуть. Нет, это мы поделимся. На кухне столик до два стулья нормальный купить. Посуду новую. Зачем мне надо новую посуду? Он такой наивный. А я, что надо, не чистая лечо. Зачем мне куплять? Посуду. Тряпки зачем вам с ведрами вот? Ну, маме спрашивай. Что ты меня спрашиваешь? Проходишь дома. Дай ему тапочки. Дай маму спрашивай. Что ты меня? Я тебе тапки дала. Спасибо. С дыма дыма. А? Дыма дыма. Я? Дыма дыма. Я не знаю. Ты дыма дыма. Дыма дыма. Да. Садись. А потом ноги там мыть? Потом там ноги мыть? Нет. А что? Смывать унитаз. Свиньям давать? Нет. Смывать унитазы. Ты представляешь, сколько потом налета будет на том унитазе? Ты знаешь, сколько там будет налета после этого унитаза? Дыма дыма залила. Ага. Никакого налета. Вот. Никакого налета. Дешевле просто водой обычной смывать, чем вот это вот таким. Я же тебе говорю, обычным доместусом ты же все равно моешь обрабатываешь. Точно так же и это. Цыпленок, у нас уже голова пулит. А чего? Две минуты уже голова пулит. А от него? Сергей Сергеевич. Угу. Уже голова пулит. А вы нормальные люди ремонт делают? Конечно, нормальные люди ремонт. Они нормальные не делают. Вот это такое понятие. Хай делают. Хай с 7 утра и долг, до 10 минут. Хай долг, бляд. Я? Да. А им в долг, бляд. Потому что сколько разрешается? И до сколько? Ну, разрешается целый день. С 9 утра и до 9 вечера. Нет. Ну, до 6. Ну, нет. А чего это нет? Нет. С 9 до 6. А я скажу, с 10 даже. Если так. И до 6 всего. Ну. А чего? Так этого времени достаточно. Никто не долбит в 10 часов вечера или в 6 утра. С 9 так и работает с 9 до 6. Ну, так с тобой это долбит. Что ты у тебя... Никто долбать не будет. Я же тебе сказала. Что? Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, потому что... Хай с Таной покажет, как работать. Ну, никто ничего долбать не будет. Чего? Просто так. Почему? Ну... Ну, ты ж была в эпицентре, ты что-то присмотрела? Да. Присмотрела. Ну, что ты присмотрела? Расскажи. Ну, я купила, потом покажу. На работе остался. Кого? Ну, так купила. Хомячков каких-то? Нет. Ну, что? Мне еще сейчас хомячков не хватало. Купила... Вот тебе надо выехать. Вот тебе его выкинуть. Вот тебе выкинуть. Да ничего не выкинем. Все поделим пополам. Чего ты расстраиваешься? Никто ничего выкидывать не будет. Половину тебе, половину мне. И что там выкидывать? Угу. Да, Ки? Я мой сладенький. Бегемотик. Бегемотик. Ну, посмотри, какая у него краска интересная. Лапки черные. А я что, его не видел, Кися? А я не видел этого морского свина или что? Кися, привет. Кися. Не нравится, как оно пахнет. Я сейчас тебе наберу муки, да? Зачем? Ну, чтобы ты чем-то занялся. Муки тебе сейчас дам. Ты ее замесишь. Ага. А я... Там жудики живут в этой муки уже. Да никогда там немало. Живут, живут. Сынок. Ну, что ты тут начинаешь? Ты там был, ты его бачил. Жудики. Ну, ты что-то придумал. Я так... Зъеду психиатром, невропатологом. Проверься. Нужно? Да. Припить, проверься. Я езжу, проверю. Пока еще потягну, каже. Потом учитель, который живет. Вот картошечку сделал. Сейчас ставишь. Наробишь мне варенички вот именно. Бо я еще не ел туда же. Еще с утра не ел. Сюда и поешь. Мой здоровый. Сейчас я тебе присыплю муки трошки туда. Яечко вбьем. Трошки молочка. Так ты же нас повар. Ты готов. Так ты повар и готов. Сейчас ручкой такой, как делаешь. Знаешь? Вечером. Сейчас потом варенички. Так а ты? Ты можешь? Ну, картошка есть. Так бери муку, долепи. Так бери, лепи. Покажи, как надо. Что я мою пластику? Буржчиком. Не, спасибо. Тортика дай. Нет, тортика тоже не хочу. Ну, конфетку. И конфетку я уже сладкое не ем. Я на диету. Ну, надеюсь. Да. Так, пошла я подкрашусь. И что? Давай тебе чай и борщ сделаю. Ты поешь. Не надо мне борща. А что? Что? А что? Не хочу. Так а что вы... Ремонт делать не хотите? А расхламляться? Ну, уже же расхламились. В смысле? Да ничего не расхламились. А что? То есть, все что осталось, поделим пополам. Так, руки не тянет. Руки не тянет, я говорю. Я тебя не трогаю, Боже. Знаешь, тебе не надо. Вот и блин... Поделись пополам. Да? Что вы поделите пополам? Все поделись пополам. И что? Что вы будете? Так давайте вот сейчас начинать делить, пока я тут. Селестич, давай делить. Что будем делить? Будем делить. Иди, чай. Да, хорошо. Кому кошку, кому попугаю. Когда дойдет дело, тогда будем делить. И я все забираю. Куда? Что ты забираешь? Тебе забираю. Куда ты забираешь? Кошку, попугаю. А жить где ты будешь? Они неразлучные. Они неразлучные. Пока я конспирант. Пока молчу. Угу. Потому что сейчас будет много крика. Сейчас чай поставлю. Какого крика? Ты вчера в эпицентре была? Была. Что ты там смотрела? Ну, немножко как бы походила, но магазин пустой. Да не пустой, там все есть. Я не знаю, где ты там ходила. Нет, я имею в виду, нет людей. Можешь ходить и кричать. Ау! Как мне туда пройти? Ау! А там сверху все написано. Там по рядам написано. Ну, я знаю. Сантехника. Сантехника, электрика, мебель, кухни, техника. Ну, я там ходила, ходила. И что? И уже, ну... Так что находили? Угу. Это то, что меня рассмешило в конце. И потом я поняла, что я на одном месте по кругу хожу, а выхода не вижу. И никого рядом не спросил. То есть, где-то там мужчины гвоздики выбирают какие-то. Где-то там еще кто-то. А ты что, выбирала или присматривала? Ну, я же не буду бежать за людьми и спрашивать, как мне выйти. В общем, прошла километр по магазину. Потом поняла, что я уже здесь была и отсюда пришла. Боже мой, ты просто кругами там ходила? Да. Кругами просто ходила? Да. Ну, понятно. И, короче, потом случайно увидела там продавца-консультанта. Бегу за ним. Вот, смотрю, ручки лежат. Говорю, что чего мне нужны? Куда мне нужно, чтобы выйти на выход? А он говорит, ну вот сюда же. Так ты просто там погуляла и пошла на выход? Ну, не гуляла. Я тебе рассказываю, что со мной произошло. Потом расскажу, что я увидела. Ну, что ты увидела? Рассказывай, что ты смотрела или ты просто там потусовалась и пошла? Не, я купила то, что мне нужно. А я говорю, что ты купила? Ручку купила для окна. Вот, гвоздики купила. И на работе оставила то, что купила. Пасту. Какую? Ландыш советская, когда-то паста была. Называлась она ландышем. То есть она и для стирки, и для чистки, и для всего. Сейчас это совсем по-другому паста называется. А для чего она, ребят, эта паста? Варму чистить ей очень хорошо. Она мягкая такая, абразивная. Там чайник уже кипит? Нет, она еще не кипит. Нет? Эту пасту купила. Она классная. Ага. Купила ручку для окна, гвоздики, и посмотрела все, что меня интересовало. Ну, конечно, у меня был такой шок, когда я прошла себя по мебельным. Это что-то с чем-то. Тебе показать? Ты там был? Где? В магазине. А что я там не был? Тебе показать цены или сразу упадешь? На что? На все. На что? Ну, на мебель, скажем так. А что такое мебель? На шкафы, на кухню, на все такое. А что ты хочешь? Ну, у меня, конечно, был шок. Я все понимаю, ребят. Ну, извините, это же не металлургия, это же не автомобили. Последнюю забрала, да? Да, это последнюю забрала за 135 гривен. Зато остальные по 180 и по 200. Ну, короче. Вот такие вот деревяшки стоят по цене автомобиля. Ну, это же смешно просто. Они же вот раз и сгоняли. И вообще, кто их будет покупать? Вообще, у каждого же есть какие-то тумбы, шкафы. Ну, вообще. За мебель такие деньги просить? У меня, конечно, был шок. Я походила, походила, подвигала стульчики, посидела на них. И думаю, кто-то изобретает. Ну, надо же делать... У мамы шок. У мамы шок был. Да, надо же делать нормальные цены. Такие цены, что это? Кто еще купит? Вы подождите. Обычная кухня, я на мусорке такую видела. Угу. 67 тысяч. Надо поменять цены. На мусорке валяется. Такие точно не дела. Сейчас поменяем себе это, да? Да. Выкиньте все. Выкиньте все. Я вам куплю кухню. Да. На 67 тысяч. А чем она погана? Я не мог понять. Вот тебе вот... Я же говорю, ну... Чем она погана? Ну, ты понимаешь, какие-то шкафы и так дорого. Ну, я не понимаю. Может, это ручная работа, но они все подряд. Идешь 100 тысяч, 100 с чем-то. 100 с чем-то. Ну, так я же тебе говорю, 100 с чем-то, 180, 200. Да это вообще, понимаешь? Да ему стоят полумиллиона. Это же не ручная работа. Ладно, там ручная работа, не спорю. Вот сейчас сравнить обычное, да, производство. Машины печатают эти тортики. Они должны быть дешевые, да? То, что ручная работа... Человек трудится там эти торты с творога настоящего делать. То он должен быть дороже, понятно. Ну, а это вот обычные тумбы и какие цены. Ну, короче, у меня просто был шок. Я прошлась и думаю, все. Если я вот это все выкину, то я уже ничего покупать не буду. Извините. У меня нету таких денег. Значит, надо, цыпленок, надо сесть и тортика врезать, и шок пройдет. Какого тортика? Я уже не рассчитываю, что я буду тортики когда-то есть. Патя тебе не кушать, для тебя. Да, спасибо. Для тебя. Да, да, не надо подвизываться. Покушать. Цыпленок, покушать. Не надо. Патя не кушать. Вот, понятно. Ты будешь кофе или борщ? Я буду кофе. Я выливаюсь. Выливаюсь. Что будешь? Кофе буду. Что тебе дать, кофе? Ну, так ты ничего не хочешь в квартире делать вообще? Нет, я хочу вообще все кардинально изменить. Не только. А что ты хочешь жить по меня? Да. Что я вам скажу? Сейчас не признаюсь. Куда вы? Уехать хотите? Иначе у кого-то будет сердечный приступ. Ни у кого не переживай, не будь сердечного приступа. Ну, мало ли с домашним. Посмотришь дальше, что я буду делать. Что посмотришь? Что я буду делать. Так ты говори. У меня сил не хватит уже просто на что-то делать тут. Так я же говорил, люди будут делать. Да какие люди? Мне никто дышать не дает. Не то, что там что-то делать. Какое там? Люди. Так, я же хотела кофе поставить. Котушку уже сделали. Цирк на дроте. Цирк на дроте. Что ж за мной? Все. Не цирк. А так надо все менять в жизни. Надоело, скучно. Скучно? Да. Скучно. 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 Ну, как ты будешь веселиться, если тебе скучно? Тут, шо, мне самой весело. Я сама никогда не улыбаю. Не весело. Я себе, вот вышла, птички поют, мне уже хорошо. Было бы здоровье. Угу. Птички поют уже хорошо. Ну, смотри, люди ходят, солнышку радуются. На вороны вон, смотри, как играют. С друг с дружкой. Ну, так шо? Мы ремонт делать не будем? Расхламлять квартиру не будем? Шо, мы вообще ничего делать не будем? Ну, шо тут расхламлять? Все тут расхламлять. Старье выкидывать, новое покупать. Ничего выкидываться не будем. Чего? Я его так тут и оставлю. Кому ты оставишь? Не знаю, кому. Ну, так если ты это все оставишь, то выкидывай тогда, что ж ты это? Ну, смысл мне выкидывать. Зачем мне выкидывать, если я его всюду доставлю? Выкидывать нет смысла. Хорошо. И шо? Ты все оставишь, и шо? Посмотрим, шо. Сейчас пока решаю. Шо, шо? Сейчас пока решаю. Решаешь? Да. Ага. Так, сейчас кофе сделаю. Цирк на дроте. Просто цирк на дроте. Я уже купила. Решает она. Секреты какие-то там. Ничего выкидываться не будет. Вот. Все оставит. Цирк на дроте. Чего цирк? Потому что чайник кипит. А как это назвать? Не цирк? Манипуляции? Нет. Чего манипуляции? А ж смешно стало. Нет. Чего манипуляции? Нельзя так манипулировать. Манипуляции, да? Такс. Кс-кс-кс. Манипуляции, да? Что тебе узнать? Или узнал? Ну ладно. Потом. Потом, да, Кисю? Что потом? Потом. Куда? Ты в Чагов собираешься переезжать? Нет. Почему? А куда? Куда-нибудь. Ты квартиру снять? Это пока загадка. Потом скажу. Когда получится, тогда скажу. А чего тут не живется? Не хочу и не живу. Я сколько могу так жить? По-моему, уже все счастливы, всем хорошо. И все смеются. И веселятся. Поэтому, извините, я тоже хочу отдельно пожить и повеселиться. Ну, не кипит что-то. Что за концерты? Что не день до концертов? Что не день до концертов? Так 30 лет я жил таких концертах. Так 30 лет я всегда что-то меня... Не 30? 27 где-то жил. 27 лет жил в таких концертах. Ну уже, слава Богу, отдельно. Слава Богу, отдельно. Да, всевышние силы помогли. Всевышние тут ни при чем. При чем? Здоровье самое главное. А все остальное, как говорится, должно. Сейчас чуть-чуть. Еще чуть-чуть и закипит. Посолю наперед. И перца добавь. Ты представляешь, какая соль ценная. Не представляю. И перца туда добавь. Не готовится. Я такое лекарство смастерила. Подсолнечное масло. Да, подсолнечное масло туда еще. Перец, подсолнечное масло. И будем пить кофе такое. Помнишь, ты меня угорчала? Там масло такое в стеклянной бутылке было. Не помню. С перцем, с горчицей. Ну. Я его все на мусорку выкинул. Нет. Я забрала. Это лекарство для животных. Ты что? Вот. Ты же, как бы, я же тебя попросила, ты мне привез. Что, типа, я говорю, это все лекарство. Очень ценное. Ты посмотришь, я... Туда сольки еще добавила. Ага. Вот. И перчика. Ага. И полностью животинку смазывать надо все. Полностью. Какую животинку? Любую. У кого-то нападет... Я так вылечила попугаев. Зачем подсолнечным маслом животинку смазывать? Я же тебе рассказываю. Что? Ты слышишь? Чтобы не дышал. Чтобы не дышал? Да. Не перебивай меня. Да я же и перебиваю. Это чтобы все клещи погибли, какие только есть. Потом подкожные, кожные. Перьевые вот эти есть клещи. С птиц переносятся на птиц, попугаев. Я так попугаев вылечила. У нас пришел корелла такой. И он полностью стал лысый. И вот тут только чуть-чуть чубчика осталось. Я вот это его, правда, я не знала. У меня не было этого масла с перцем и солькой чуть-чуть. Я этот купила Джонсон детский. И вот же бутылочку на него вылила. И он вычугался, прикинь. Никакой ориентолог мне не помог. Я не нашла просто ориентолога. Я везде ходила по этих больничках. Да нету такого врача. Это клещи. Вы медсестра только купите. И это же было как раз в это время, что много поликлиник закрылись. Ну, короче. И так птицу спаслась. Смотрю, мой птица уже взялся в оперение. Такой крабрый. Уже дерется во всю со мной. Прихожу, он нападает, как собака. Какие у вас планы на ближайшие дни? Так это вот масло не надо выкидывать. У тебя. Если у тебя есть запас вот такой, приноси мне. У меня есть планы. Сынок, если будет такое масло в бутылках, даже просроченное помогает. Сынок в эпицентре. Сынок, в эпицентре. Начать, не знаю, с потолков. Потом со стен. Делает что-то с тобой. С мамой, я так понял. Каши мы не сварим. Не, пусть не трогай его. Пусть он себе... Это вот. Что? Пусть себе человек... Ну, что ты его трогаешь? Он не любит этого, чтобы... Что не любит? Чтобы его обсуждали. При чем тут его обсуждали? Я что, говорю, чтобы его обсуждали? Так что ты его трогаешь? Нельзя? Батя без твоей команды ничего не может сказать, или что? Что? Белый, водичку поменяй лучше. Ну поставь, сейчас поменяю, не держи. Ты бате не разрешаешь ремонт делать, или что? Так а зачем делать кому-то ремонт? Что кому-то? Ну, а кому зачем? Мне, я тут жить не буду. Батя будет жить. А не много ли это для бати? Одного. Значит, будешь еще и ты жить, тогда будет немного. Я не буду. Ну, не будешь, то не будешь. Что там случилось? Но ремонт-то надо делать. Не надо. Чего? Купил плиту и все. Я говорю, в смысле нет смысла. Что нет смысла? Ну, потому что нет смысла. Я же тебе сказала. Почему? Меня это не будет радовать вообще. Так тебя пусть не радует. Меня вообще в жизни не радует. Как тебе сказать? А что вас радует? А что вас радует? Что тебя радует? Меня радует спокойное жилье. Тебя радуют хомячки, свинки, попугайчики, да? Да, лучше, чем люди некоторые, понимаешь? Которые, которые вот это вот буянин, пьюли. Я понял. Так может тебе устроиться в зоопарк, мам. А при чем тут вообще заработать? Ну нет, что будешь работать в этой, в среде, которая тебе нравится. Я хочу одна жить. Могу я так на старость лет пожить? Живи. Я тебе что, запрещаю? Я тебе говорю, квартиру снять? Не надо мне снимать. Я пока здесь еще руки-ноги есть, решаю проблемы сама. Давайте сниму квартиру. Выжить там. Зачем ты будешь снимать мне квартиру? Финансов много или что? Продадим квартиру, да и разменяем. Ничего себе. Много дел, что ли? Сейчас все нужно сделать. Был бы желание. Вот я настроюсь, наберу силу, напьюсь кофе и буду что-то думать. Есть? Визбей, пожалуйста, какой-то психиатрю немножко. Так это по твоей парафии. Ты же там отправляешь всех. Причем тут это? Думаю, может, как начнете рассказывать тебе. Причем тут начнете? Ничего я не начинаю. Так жизнь устроена. Хочешь или хочешь, уходи. Хочешь еще что-то. Никто никому не мешает. Все живут и все счастливы. Тебе не в твою чашку. А где моя чашка? Моя с котом. Я уже знаю, какая у меня чашка. Да? Да. Ну так бери, выкидай все это звезды. Нахара-то. Бери, где выкидай. Показать, повернуть все это звезды. Если так хочет мама, повернуть все это звезды. Нахара-то. Назвечем вам надо это рассказывать. А тут, бей, трошки... Что мама хочет? Я не знаю, что она хочет. Может, хочет на Майами. Звезды здесь, хоть трошки отдыхнем. Причем тут на Майами? На Майами есть звезды именно. Куда есть звезды? Не знаю. А то бы якусь принесла лече ей лкипалки. Повезла туда. Гороший семье отдай. Тебе отдай, потому что у тебя есть работа. Хай круто мне лече тут именно. Я пока что ничего не плачу. Сама лечу. Ну, я помню, что ты лечишь. Ну, так какие проблемы? Ты тратишься или что? До тебя какие вопросы именно? Да у меня нет вопросов. Причем тут вообще моя работа. В параллеле домашний. У нас скандальная семья, у нас ничего не получается. Ну, так все знают, что скандальная семья. Ну, так а чего тут париться? Иже теперь. Ну, шо? Жизнь продолжается. Живем и радуемся. Всем хорошо. Ну, так жизнь продолжается. Ну, так все потихоньку. Сразу же не найдешь себе все то, что ты хочешь и то, что ты мечтаешь. Так вы там себе... И посмотрят. Ну, не сейчас. Ну, давай, бери. Ну, шо будет дальше? Ну, сериал дальше будет, ты понимаешь? Света, сериал, блядеровый. Света. Уже вдруг Света. Ну, Света. Я же не скажу, что это. Как ты говоришь? Светланка, Света. Баба сказала, Светланка, да? Светлана. Ну, совсем меньше ударения ставила. Ну, то я же не понимаю это. Я же еще. Что, Кисюля, вы? Иди убирай. Вот кошка умная. Иди убирай уже. Давай. Иду. Так, только скандал. Кошка иди в туалет и мне каже, убирай ты этого. Я и так убираю после всех. Ничего тут нету. Готшок чистый. Ну, сейчас смою. Ну, она пописала. Что ты тут хамору держишь? Руки не трусятся? Нет. Кисюля, что ты тут заглядываешь? Ой. Тяжелый случай, что я могу сказать. Вам пейсяшка надо, маме свинки, а ремонт никому не надо. Только мне надо ремонт. Да нет, я сейчас не бухаю, сынок. Мне надо там свои проблемы. Да. Маме надо рульки. Маме надо свинки, папуайчики, хомячки. До потолка заставиться ими. Тут кукарекали, блин, сутками. Что ты взяла? Заставлялась. А что делать-то? Приходилось. Надо же было чем-то заниматься. Не слаживать за руки и не ложиться живьем. Да. Я понимаю, человек кончает два института. Он в курсе делает. Ты думаешь, что? Он в курсе. Два высшего образования и еще медсестра, сынок. Да, да, да. В те минуты. Она не медсестра. Младший медсестра. Да? Да. Медсестру надо работать, чтобы не забывать навыки. Я согласен. Но уколоть может, что хочешь поставить. Я это честно знаю. Тебе уколы стави? Мне не стави. Когда-то. Делала все. Массажи и все. Что, нет? Это правда. Это массажист. Мне работало массажи. Это правда. Ладно. И то в прошлом. Навыки уже нет. А в нынешнем что? То в прошлом, а в нынешнем что? Или в будущем? Ну как хочется все время пить кофе и радоваться, и клубнику ести. Ты сутками сидишь, и пьешь кофе, и радуешься, и клубнику ешь сутками. Что ни день, то так. Нет, не радуюсь. Слушай, люди спрашивают, а... Мобилька. Ну так, твоя или нет? Откуда я знаю? Мамина, конечно. Мамина, конечно. Ну, моя чего? А я знаю. Соседи звонят до тебе. Я что, это же не моя мобилька. Меречку сюда. Это баба будет. Алло. Ну, дома, да. Отдыхаете? Нет. Я на секунду зайду. Хорошо. Да. Дома, дома. Давай. Ну. Пойдешь, ходи в дом, поговорим. Сосед. Кто там? Хочет зайти. Хочет зайти. Нет, нет. Тут нема чего заходить. Ну, туда зайдет ко мне в комнату. Какая разница? Кто это? Кто это? Да не важно. Я уже понял, что соседка. Сейчас надо рассказывать. Что? Там мне смс скинули вот эту вот и минуту. Ясно. Болезника летит на Киеве вот эту. Вот эту. Знаешь, люди. Да, я голотнув. Вдруг уже. Что? Вы тут минутку посидите. Угу. Хорошо. Я там с ней. Хорошо. Так что у вас тут произошло? У нас ничего не произошло. Чего мама такая злая? Она злая. В том нас зла бы. В том нас зла. Злая, злая. Злая, злая, злая. Что? Шо? Вы как ночь спали? Нормально? Сможно спать. Я вообще не дежурили. Не дежурили? Нет. Нет? Утром вот это как на с весене. Понятно. Я пишу, что-то. Я пишу, что-то. Слышишь? Мы не портовали. Слышишь? Ох, я снова прислал. Почему ты хочешь сойти на минуту? Что-то так? Можно посадить? Да. Давай. Добрый день. Здрасте. Добрый. Схотя, без стапа взят, да? Да? Так что ты не хочешь, смотри. Вот взяли бы там краски. Потом вот эти плентуса покрасили. Побои поклеили бы. С тобой, что с ней говорить? С тобой. Мать, батя пришла. Бедника эта. Ого, вот здесь, вот здесь. Это мой, блядь. Там на работе понабирают их. Матри, вот. Она дивится, конечно. Там еще судрышки понабирали. Принесла. Кого? А в те плечи, оно такого, бедненькое это. Пришла в одну полетеньку, в другую. Свиньки? Свиньки? Врачей. Свиньки? Да. Врачей нема. Мы не знаем, что делать, гибки-пауки. Пришла вчера, скажу, блядь. И что у нас с той синькой? Не, она взяла трошки олечки, все помазала, боже, воно живет. Да, я поднимлюсь. Вчера это, блядь, живенькое это вижу. Воно что, живое существо, блядь. Угу. Понятно. Что я буду здесь? Ну, вылечить, да и гид. Да и ничего не будет, у меня вылечить гиб, все нормально. Ну, все. А то врачи таки вот эти аж бесы, блядь. Пошла бесплатно, у нас нема врача, все уехали на Запад. У нас таких нема врачей, блядь. Я бы хоть знаете, как, блядь, животных лечить, ебей, блядь. Угу. Людей не знают, как лечить, то бедут рассказывать, как животных лечить. Угу. Ну, конечно, жалко, конечно, но существо, бляха, блядь. Ну, ну, две, жди в штуке, вот именно. Больше, я всегда меняю, блядь, все здесь. То лягушка. Да, а меньше остается эту. Это я занимаюсь. Я вижу, что одна выросла, а вторая маленькая. Ну, там все зима, все лук. Угу. Там все нормально. Спасибо за кофе. Мало, поехала, ручку купил. Ну, теперь на коридоре будешь крутить, правильно? Проблем не будет. Проблем не будет. Я ж не поган, сынок, блядь. Конечно, мы трохи бесы, все, блядь. Что именно эта беса? Что не так робится, вот именно. Угу. Не в дом именно, и маю, вот именно. Угу. Что, ты не хочешь? Что я не хочу? Раскламиться, обновиться, вдруг ей ремонт сделать. Мамбу, сбожитесь в эту обратно. Куда? Куда? Отправитесь в ту... Куда? На море? Я не буду сказать. На море? Нет. Ну, куда? Видишь, люди делают ремонт. Сынок. Что? Что? Ну, я просто промовчу, давай не буду тебе что-то сказати. Люди дивляться, я не хочу багато говорити, а то там сказали, что... Чего ты боишься? Чего ты не хочешь? Ну, чего? Ремонт не хочет. Ну, куда? Ну, да. Нахуй я вимен на этот ремонт, я дешево скажу. Бо всіка от на камеру не ругайся. Вон говорит, не ругайся, я ж на камеру. А ви дома не ругаетесь? У вас все так щики-щики у всіх, бляха. Просто трошки бесит. Те не так, то не так. Угу. С мамой не можно договориться, а с тобой нельзя договориться. Тяжело. Мама должна сказать, я щас занятый, а не гости. Пришел сыночек это. Мама все бросила, пошла заниматься этим, блядь, вопросом. Снимайте. Шу-шу-шу, вам что-то слышно было? Да ничего там не слышно было. Что? Слышно было? Все слышно. Все. По секрету всему свету, что случилось расскажу. Давай. Жу-жу-жу. Что ты такая довольная? Ну ничего, просто соседка зашла в гости. Ну дома жарко, это я так думала, что в коридоре уже. Ну как я говорю, выйди в коридор, там база с соседкой. Не надо вхату. Ну зайдет она вечером побеседуем. Угу. Просто побеседуем. У меня нет беседы в квартире. Ну смотри, сделали бы ремонт, соседи бы тут устраивали посиделки, чай и пить. Ну сынок, ты понимаешь, как сказать? Как? Ну... Батя делами заниматься не хочет, поэтому мы с тобой будем делать. Батя не хочет и я не хочу, он же не даст. Он сегодня может разрешить, а завтра шли вы до свидания. Что, что? И все такое, поэтому... Не расскажут. На сепреты расскажи, пожалуйста. Ну пришла соседка. Это надежда. Вы не знаете, надежда. Надежда... Я не знаю надежду. Ну я знаю надежду. А ты уже диверчукушку халил. Что-то выпил? Что я могу рассказать? Что я могу рассказать? Секреты? Ничего не меняется. Когда поменяется он мне, тогда расскажу. Вообще, что я могу рассказать? Понятно. Так. Расседка, мамша, новую квартиру нашла держать? Так кто найдет? Только ж каждый смешивый он. Ты не сомневаешься? Я все могу. Я все могу. Я всемогущая. Так я же помню. Я всемогущая, понимаешь? Да я понял. Я могу по мусорке пойти и найти стенку за 100 тысяч. Кухню, то есть. Я шучу. А зачем? Я вчера иду с работы рассказываю. И уже как по дороге идти к троллейбусу. У нас там большой громадный базар. Рынок. И тут два шкафа. Белоснежные. Вот такие красивые стоят. Правда уже дверок нету. Кто-то поснимал. Но даже нигде дырочки нет. Что там были эти... Что они такие были. Навесные с этими. С дверьками. Они скорее всего без дверки. Такие шкафы классные. Уже стоят возле машинки такой. Бусик большой. Знаешь, кто-то уже себе нашел. Ну, кто-то выставил. А кто-то подобрал и заберет себе на дачу. А чего бы и нет. Да не на дачу. В квартиру прикрутят. Ну, в квартиру то ужинники. Понимаешь? Я же говорю. Мужики ходят. Гвоздики выбирают. В эпицентре. Значит, делают же что-то своими руками. Еще такой большой отдел с гвоздями. Мне понравилось. Когда мы выкинем эту другую. Купим. А там мужики будут выкручивать и болтики вот там. Угу. Ну, это он видел, что такое люди делают. Ну, я такое делаю. Да что? Не сидят же ж не пьют водку. Понимаете? А что-то делают. Купят. Что делают? Ну, все разные мужики. Я уже не хочу даже тех, которые крутят и делают. Мне ничего не надо. Я хочу пожить одна. Угу. Понятно. Что? Будешь? Не, спасибо. Надо что-то прием. И что? Будешь? Я не буду. Я сладкое не ем. Я не конфеты уже сладкое ничего не ем. Я поняла, что можно было бы испечь, так это дороже обойдется. Даже в домашних условиях. Масло, яйца и все такое. Ну, бука своя. Можно. А молоко, что надо купить и все такое. Угу. Ну, у меня три пачки. Понимаешь одну? Нет, спасибо. У меня есть. И что? Да я сам куплю. Так оно, посмотри, ультрапастеризованное. И что? Так дешевле выходит, когда берешь три пачки. На тебе одну. Да нет. Куда я дену? Ну, просто я долго буду пить. Ну и пей. Она ж ультрапастеризованная. А ты будешь кофе пить. И что? У меня есть? Ну, вдруг закончилось. У меня закончилось. Тебе ж надо больше молока, чем мне. Я ж только пью молоко. А ты не любишь. Как же у тебя под глазом? У меня? О, меньше. Ну, что хочешь, может быть. Я могу сама себе в глаз дать. Да. А что ж? Вон, видишь, сама где-то грухаюсь. Угу. Где я умутузилась. Это капец. Видно, так умутузилась. Ну, я не слышу боли. Ты понимаешь? В том-то и делаешь. Я даже не знаю, где я себе синтез. Или он колени. Колени позбивала. Я думала, чашечки у меня послетают. Тут уже шкура не нарастает. И то поднялась, а мне не больно. И тут Джона говорит, боже, лужа крови. Я говорю, где ты? Это когда ты на работе упала? У меня тут этот лохоть слетел. Ну, да. Производственная травма. А что я там летала, я вообще не знаю. Ну, я уже стараюсь меньше летать, просто ходить. И уже... Уже не летаешь? А летала. Уже по земле ходишь? Теперь хожу, да. А то я летала. Понятно. Это было, наверное, год назад или полтора. Вот как я сильно полетела. Это очень сильно я летела. Я летела метра три. И прям в бровку. Вот этим микро пальчиком. Мам. Давай продолжим старье выкидывать. Так и смысл уже выкидывать. Что смысл? Я сама отсюда выкинусь, да и все. Уже выкидывать я ничего не буду. Чего ты не будешь? Если ты выкинешь, то какая разница тогда? Ну, так и говорю. А зачем выкидывать? В смысле тогда? Я даже надрываться не буду. Буду себе сидеть и все. Давай я буду выкидывать. Если ты не будешь надрываться. И что ты хочешь выкидывать? Тряпки. Все. Вот это вот херня какая-то лежит. Помушка. Мусорка какая-то. Вон ведро. Где там топа убирать. Так не должно быть. Ну, так не должно быть уже. Вот тут что-то херня какая-то. Вот на подоконнике все убрать. Отстань. Что отстань? Вот это все так и останется как есть. Я ничего выкидывать не буду. А кто будет? Не знаю. Надо еще порешать дела, потом уже думать. Ну, все нахер выкинуть. Парочистителем плитку вымыть. Там тоже все вымыть. Холодильник отсунуть убрать. Что бы не решать? Духовку отсунуть. Там отгенералить. Все. Кухня отгенералить. Все поубирать. Сюда эти сделать. Нормальные эти чексы. Ну, то что ты держишь камеру? Возьми сталь и делай. Ты же хочешь, то бери и делай. Ну, устраивать меня. Так надо сначала все, ну... Так вы же ничего не даете выкидывать. Нет. Ну, тебе есть свои охоты. Вот там я выкидываю. А что я могу выкидывать? Ну, а зачем тебе вот этот мешок тряпок? А? Вот этот. Ну, а этот где же все? Так ты еще к нему вопросы задаешь. Это мои тряпки. Я вытираю раковину на дочь. Ты хочешь, чтобы опять тут тараканов было в море? Нет. Надо с чем-то вытирать или я каждый раз буду брать новое полотенце. Да, я тебе буду привозить новое полотенце. Ты шутишь? Нет. Что шучу? Да. Говорю как есть. Говорю как есть. Ну, ты же не в селе живешь. Да может быть я буду еще в селе жить. Я не знаю, что меня завтра ждет. Я же тебе сказала. Так никто не знает, что нас завтра ждет. Никто. Ну, почему никто? Никто не знает, что нас завтра ждет. Никто. Ну, почему никто? Ну, хоть что-то, хоть что-то люди знают, что их ждет. А я вот не знаю. Никто не знает, что завтра ждет. завтра если сегодня проснулись это хорошо уже это уже хорошо и шла горячее горячее вот что ты выберешь 10 миллионов долларов но завтра утром ты не проснешься так ты завтра не проснет утром не проснешься и ну вот я имею ввиду завтра ты не проснешься и но ты получишь сегодня 10 миллионов долларов или ну конечно 10 миллионов 1 миллион поставите мне памятник такой громадный чтобы все хотели любовались а девять миллионов внуку перепишу да представь я тебе даже ни одного миллиона не оставлю ни одного не надо гроши не люблю ну а как без денег ты смысле не люблю я не люблю у меня есть они гроши я их могу что-то потратить таких там нету их надо любить чтобы они были работать надо работать над тем чтобы они были и главное чтобы ты выходи по и на что ты ну просто 10 миллионов это сказка никто тебе их не даст ну что ты найдешь он туда ну смысле а я поняла это типа ну продаешь себя на органы а что же тебе брать в ты годах ты какие-то смысле у меня почки хорошие все у меня хорошая они может и 20 миллионов стоят такие же органы никому не нужны уже расскажи не нужны эти органы еще б сто лет прожили если бы в новое в новый организм да не понимаешь ты не не жадай деньгам я так поняла что это 10 миллионов дают за человеческие органы а за шо еще могут дать серей василищ шо вы выберете вот жить как жили или сегодня 10 миллионов долларов но завтра ты не проснешься или жить как жили ну ну ты шо шо ну скажи жить как жили или ты сейчас 10 миллионов назад они не проснешься мне не надо 10 миллионов миллионов так а шо там осталось до 12 ночи 7 часов куда же ты успеешь потратить кто-то еще с моими органами поживет так прежде тут не с органами а как а кто мне даст 10 миллионов запомни каждый человек живет який он не больный лежит я не получается борется за жизнь вот все это ты мне правильно сказала я боролась когда я заболела боролась я боролась ради своего ребенка я знала что он маленький никому он не нужен ну я же ж и ты б женился на такой как ты ну я хотел сказать а ты меня перебиваешь ну я понимаю это все ты говори ну говори я не буду уже говорить ты думаешь сказать ему позадавало мысля подошла я и сказала вы же тоже меня перебиваете ну я помню тебя никто не перебивает ты любов перебиешь так ты заправившись мне водитель не по дороге буду ехать заправлюсь да бак пустый но я по дороге заправлюсь королеву отвез ты понимаешь я у 60 лет стала королевой что меня стали на машине возить это же не нормально я должна до сих пор ходить пешком и колени сбивать но но мы то что она этого 24 часа с 12 до 12 и дайте миллионы ты вдавишься просто за что ты каждый человек хочет жить и запомни а я не хочу так жить как я живу не хочу не хочу я помню тебе поговоришь я ж ничего не хочу такая разница все люди разные кто-то хочет жить ты не хочешь пойти я когда-то думала донором стать тоже кровь сдавать и шо так не в молодости перекидай эту планку не эту тебе тебе сказали ты хочешь мати 10 миллионов и прожить и сутки я студенткой сдавала раз кровь мне дали три дня выходники все а мне ни копейки не дали а чего это у меня плохая кровь прямо таки вся кровь любая кровь хорошая да и прямо таки у меня плохая только у вас хорошая у меня арийская кровь вот тебе какая-то никакая вот бачишь тебе налить не я уже ж выпил я ж тебя кофе сделаю выпил нет не помню ты выпил я уже выпил все ночи в шоке объясняйте мама сказала сутки да 10 миллионов ну все любый здравый человек выберет конечно жить как жить а не 10 миллионов потому что здесь дороже за цикл за цикл за півдня не потратишь ты 10 миллионов ну что ты будешь делать ну это же тебе ну ну ты чого на молочком попьешь дуже вот потому что я знаю цену деньгам а ты не знаешь они тебе пришли ты пошел пяточок их и отдал вот и все а я даже пусть я не поживу кто-то поживет на мои органы и шо и детям им останется внукам не за органы говорить ну за деньги же говорят так я говорю я бы променяла мама трохи запуталась ты ничего там не пила нет я всю жизнь работаю на этот миллион чтобы блин отдельно где-то удалиться никого не видеть отдельно жить и не могу заработать не могу а где ты хочешь жить в африке в африке да и там нравилось в африке с попугаями с обезьянами в племени могут и съесть не задавайте мне такие вопросы так же тебе билет в африку купить купи я тебе не позволю я не позволю чтобы мои дети страдали не надо мне покупать билеты я пешком до африки могу дойти тактика ты поплывешь или как ничего другой другой матери пешком могу пойти а там пиратов попрошу подвезите подкатите фантазер да святланка святланка я скажу я не говорю цыпленок но это святланка уже человек если хочет все может и без билета доехать да человек если хочет все может вот не хочет человек расколомляться порядки навести про тебя про кого не хочешь не сегодня я же просто так я тебе не обрю сегодня так что уже все так что финиш больше так что никаких ремонтов никаких расслаблений все каких перемен каких перемен вот так перемен хочет перемен перемен требуют мама с 80 с 91 перемен Да? Понятно. Ой, ой, еще один, ой! Ну, красавица, красавица. Смотри, как у меня это? Нет, не красавица, лицо сохнет. Сохнет? Да. А у меня никогда не сохнет. А у тебя такое жирное, а у меня сухое. А что, у меня жирное или сухое? У тебя кожа такая. А кожа такая. А у меня хоть мажь, хоть не мажь, все равно будет попой. На старости я буду такая. И шо? И не плачу. Красавица, красавица. Ну да. Так, подкрашусь чуть-чуть, чтоб меня Святик не испугал. Ты шла в комнату. Святик не испугался? Да. Ты к Святику хочешь поехать? Бабушка старенькая. Да. А ты к Святику хочешь ехать? Да. Ты не хочешь до Святика ехать? Може отвези еще в какой-то магазин и походи там. Можешь отвезти? Я все равно буду ехать по дороге. Да. Отвези Святику на поездку. Какой магазин? Я не знаю там. Можешь. 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 Так шо, мне вас ждать? Да. Секунду. Угу. И своим ходом бы и в ходе отправлялись еще. А какую она свинку принесла домой? Кто? Светлана Борисовна. Что? Какую ты свинку принесла домой? Ничего я не принесла. Да. А, вон. Ладно. Потом. Все. Зачем ты свиню принесла? Что? Тебя кто-то просил? Ну вот как можно с ним жить? Тебя кто-то просил? То лягушки притащила, а теперь свинью. Ты обратно собираешься все тащить? Мам. Что ты хочешь? Ты опять собираешься тащить этих зверей сюда? Ты мне это задаешь? Да. Задай Всевышнему. Всевышнему задай. Угу. Я лечу эту свинку. Мне надо ее вылечить. Понимаешь? Так а ты отвела в ветеринарку и назад. В ветеринарку отвела, да. И назад. Теперь я ее пролечу, потом назад отнесу. А ничего ты не отнесешь? Ну тебе показать квитацию в ветеринарке. Тихо. А что за свинка? Я посмотрю. Не надо смотреть. Дома свинчик. Вон она свинка. Видишь? Ну. С ним все хорошо. Кто у тебя жил? Ну как у меня жил? Жил у меня. Только туда отнесла. Месяц побыл. Уже все. И что с ним? Ну а что не видишь? Чахнет на глазах и весь чесался. Кто-то угостил его. Чем? Я думаю, что чесоткой или клещами. Чем-то угостили. Потом расскажу чем лечу. Я вижу, что маслом намазали. Да. Под солнечным маслом свиньи лечит. В солнечный купала. Кеша. Я такой методики не слышал. Свиней купать в масле под солнечном. Так ты не слышал и не услышишь. Это народный метод. Народный. Я против народного лечения. Я тебе скажу. Против народного. Вот это твое. Которое. Это индюков брызгали в селе. Вот этим. Оно для всех написано. Угу. Вот этим ни в коем случае. Нельзя никаких грызунов. Ничего нельзя пшикать. Я не знаю, кто тебе такое средство продал. В смысле? Так я вообще не знаю, что это такое. Кто мне продал? Что ты мне говоришь? Тихо. Да. Ну, кто тебе его дал в селе для индюков? Ты помнишь? Ну вот так дай сюда. Ну это того года. Для индюков подходит вот. Смотри, курка, утка, гуска, индюк. Дальше кто тут? Кролик, коза, свиня, корова. Никаким кроликам, ни грызунам это нельзя. Свиней тут морских нету. Это грызуны. Грызунам нет. Да, тут есть кролики. А свинки морские не как кролики. Нет, нет. Свинкам нельзя, это другое. Потому что от такого погибают. Ну конечно. Никакие порошки, ничего. Ну. Она попадает им в дыхательные пути. Так а зачем ты этими кропишь его? Не кроплю. А что же она у тебя взяла? Где ты его взяла? Вот оно стоит для информации. Для информации. Кому? Мне? Мне? Всем. Соседка приходит. Она на цвет. У меня такая проблема. Я ей рассказываю. Вот таким нельзя. Мам, одевайся давай. Оно у меня стоит уже с первого года. Одевайся. Вот посмотри. Не знаю с какого года. С 2004-го. Когда ты там? Какого 2004-го? С 2001-го. А, 2001-й? Да. Вот это тогда ты индюков что ли заводил? Наверное. 21-й. 2021-й. Ну, ну да. Вот. Так это оно у меня стоит. Короче, свинью принесла. Это просто смерть. Свинью принесла, маслом намазала. Да. И к батарее, чтоб не замерз. Понятно. А где там батареи? Там же нету. Одевайся. И твое масло не выкидывай, если остаются остатки. А давай мне, я буду собачек мазать, кошек. Я в мусорку выкину и все. Нет. Полностью, у кого там клещ, надо полностью искупать в масле. Солькой чуть-чуть посолить это масло. Это где вас в медицинском обучали так? Ну, какая тебе разница? Я с бабушками общаюсь, это давным-давно. Когда-то я еще была молодой. И я видела бабушку, она мне рассказала, что у собачки. Я говорю, боже, что это такое с ней? Собачка полностью лысила. Тут там кусочек шерсти, тут там. Она мне говорит, что это вот так вот надо лечить. Но она вылечила таким способом. Ясно. Ты знал? Конечно, знал. Так, мы пойдем на улицу. С кем? Со Святиком. Там холодно. Не, ну как холодно? Мы же пойдем гулять. Угу. Я переодеваюсь. Переодевайся. Нечего заходить. Не заходим. Переодевайтесь. Ну, туда же не могу наставить. Там же. Переодеваются. Я помню. Что ты чухаешься? Я не чухаюся. Чего мне чухать? Так, где мои кроссовки? Каждый раз, когда в ветеринар… Теперь оделась? У каждого, ну, к разным врачам попадают. И каждого спрашивают… Вам не интересно, твои вот эти вот… За этот порошок, за любой такой порошок. И вот каждый говорит, ну, за свинок не знаю, ну, порошок не надо, ни в коем случае. Я говорю, вот… Я просто хотела, ну, как бы, услышать от вас. И вот эта информация, я ее все время собираю. Понятно. Все записывайте. Правильно, Светлова Борисовна. Все записывайте. Вот. И пойдете, откроете свою… Надо и клинику открыть. Какую клинику? Да не надо мне ничего открывать. Я хочу нормально дожить до пенсии. Когда я доживу до той пенсии. Вот и пенсия, ты мужик. И что? Буду получать пенсию. Буду работать. Выйдешь на пенсию, а ты уже будешь старее на 4 года. Ну и что? Ну, так а что ж тут хорошего? Так зачем ж ты так, ну, хочешь так постареть на 4 года? Я давно уже должна пенсию получать. Не давно ты не должна получать. Если ты давно должна получать, ты получала. Давно повышенный гилет. Ну, так что ж ты не получаешь? Ну, вот… Кто виноват? Никто не виноват. Время, время так распорядилось. Поснимали все и все. Никто не виноват. Светланы Борисовны сняли. Негодяи. А что только со Светланы Борисовны? Многие так попали. Ну, вот я моложе там на 3 года. Попал ты. Попала. Попала, попала. Это конкретно она попала. Она попала. 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 Так. Долго быть? А ты что, уже так быстро оделся? Конечно, я уже запарился. Блин, я думала собиралась. Я то это жду, это всегда. Всегда жду такого-то. Хорошо? Жду всегда вот. Там Борисовна, что я собираюсь? Вот это. Можно до завтра ждать, да? Красавица, красавица. Сумку или рюкзак? Нет. Бери лучше сумку. Рюкзак не надо. Какие тебе рюкзаки? Мы пойдем гулять. Конечно. По магазинам со Светланы. Да. Возьмешь там пару этих. Ой, там есть такой классный магазин. Бананы возьмешь там. Знаешь, в магазине брать бананы? Там есть такой классный магазин. Он как Ашан. Да? Да? Такой большой. Бесплатный. Берешь, что надо. Ну, почти. В магазине кушаете? А что только бананы развить? Там все есть. Все что хочешь. А нам многого не надо. Вкусняшки. Так вы воруете? Воруете в супермаркете? Конечно ворую. Да. Да. Конечно ворую. У нас же научилась. И скажет там. Так это же ребенку. Что там жалко или что? Да. Ну, это что это мы. Он кусочек бананов. Я не думаю, что есть такие. Что? Ну, не думаю. Это же ребенка. Да. Плюнет и скажет. Ну, там берите же. И бананы. Да, да. Думай. Иди извините, что тут не бачите. Ну, фантазеры. Что вы еще придумаете? У нас всегда же будет права. Ты понимаешь? Тут по барабану все вопросы. У нас всегда будет права. Ну, что? Наделись? Угу. Ну, думаю, что мне еще... Ну, что тебе еще? Что тебе еще надо? Надо. Что же тебе еще надо? Что еще взять? Водички. Зачем? Он только привез водичку. Батя в курсе дела. Так, а он что? Мне будет водичку наливать. Вот. Винеси тебе водичку. Там. В баклажочке. Винеси тебе водички. Бутылочку только свою возьмите. То я вам наберу. У меня бутылочки нету. Хотя, может что-то и найду. Если... Водички не берешь это. Водички же не надо. Угу. Кеша. Ты так понравился. Угу. Давай еще полчаса с Кешой разгорим. Потом еще... С свиночкой полечим. А потом поедем. Ох, Светлана, Светлана. Вот видишь? Я не просто была в ветеринарке. Угу. Угу. И вот это, типа, капелечки на холку. Или что-то такое. Витаминки. Витаминки даю сюда. Иванко. Вацар. И что это? Что это за Иванко Вацар? Давай сюда. Что это такое? Прочитайте. Ну, лекарства. Ну, то я подивлюся, что ты сразу это... Ну, где тут... Ну, это ихняя бумага с клиники. Что тут это? Тебе еще печати должны ставить. Вот. Прямо в это вот. Ну, я тебе показываю. Ну, как я тебе говорю, что так клиника. Вот. Если... Ах, там где мой рюкзак. Влюбив. Влюбив. Это должно быть и что? Вот такие. Должна быть и вон печалка. Угу. 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 Синенькая. Натуральная. Угу. Ксерокс. Тут нету. Тут нету. Тут нету. А? Тут нету. Нет. Это просто... Я гроши платил. Угу. Понятно. Если не моя... Бесплатная клиника. Угу. А где заработал бесплатно? Одни анализы. Две тысячи. Еще что-то там. Две тысячи, да? Покажи. Ну, вот. Хочешь жить. Ты хочешь сутки жить? Угу. Угу. Идешь? Кто сказал, что нет. А, вот. Тебе чек, что я вчера купила. Ну, все. Давайте я уже лягаю спать. В офицер. Айда, едь уже это. О, уже лягаю спать. Режим дня, блин. Режим дня, блин. Режим дня. Сейчас свет... Днем храпеть. Угу. Хорошо. Днем храпеть. Или забылся. Ну, а зачем мой рюкзак брать? Какой твой? Он не под куртку подходит. Ну, это ж мир. Я себе покупала. Тебе? Отдала тебе. А теперь назад забираю. Не, ну ты понял, это ж мир. Ну, да. Ай, елки-палки. Я не рюкзак забрала. На, вот до тебе цевизу. Нет, я тут не хочу. Ну, это ж мир. Рюкзак двери. Ну, какой твой? Был когда-то твой стал мой. Да я въехал. Да я въехал. Угу. Идем? Да. На, подожди меня в коридоре. Я сейчас губы еще накрашу. Телефон возьму. Все, счастливо. С батяным рюкзаком. У коридоре где? За дверью или тут? У меня же ничего нет. За дверью. За дверью? Да. Я уже выхожу. Уже не имею рюкзака. Ага. Видишь, уже отжали у тебя рюкзак. Ну так ты ж бачишь. Да. Видишь, еще люди катаются на лифте. Ну так только есть. Все-таки отсиди тебя. Ты же уже посидел? Ну так я знаю. У меня страшно. Страшно? И в этом посидеть. Видишь, мама отжаловала тебя рюкзак? Нет. Я его постирал. Угу. Угу. Уже все. И под подкурку подходит. Угу. Ну модненько я скажу. Модненько. Понятно. Иди извинь. Затупи на воду. Иди извинь. Шекла придает здесь. Кто? Подруги вы. Я же сказал, мне хватит надо подруги. Вот тут встречайтесь. Хвата для того, чтобы там пожрать или что. Мне не надо. Чтобы поселиться или поселиться. Я понял. Ты не понял. Да. Давай извинь. Подруга зайдет. Выйди сюда иди базар свою подругу. Или иди на улицу базара. Или иди до нее в хату до нее. А мне не надо подруги. Я своих друзей приглашаю. Нет. Я сидел на улице там где-то. Ну и езжу куда там надо. У меня такие вопросы. Ах, сынок. Ты идешь? Да. Туда. Молочко на кофе тебе. Я говорю, зачем? На. Пусть будет у тебя. У меня три пачки просто. Так а зачем ты покупаешь столько, чтобы потом... А я беру так дешевле три штуки. Так ты себе бери. Ну я не выберу. Поехали. Поехали. На кофе тебе. Отбувайся. Подержи. Давай. Я тут. Шовно визне я мусорка тебе не даю. Три дня будешь собираться. Нет. Это же Светланка. Угу. Это Светланка на шанс. Так куда мы едем? На Ксветику едет или в магазин? Или куда? Конечно в магазин. Что едем на Светику? Или на базар? Ну или на базар. Я же не знаю его. Может уже какой-то... Сейчас. Через час. Угу. Угу. Лей, хочу барделью. Ну только ж пила житель. Ну да. Три дня будешь собираться. А я бы с ним и поїхал. Ну что, подожди, я не могу напиться, горячей воды. А это надо сюда видеть, где-то показатели. А ну кто, горячую воду просто. Тебе нахуй поставь, давай уже это. Подожди, ваток еще, у нас же горячая. Ну плачет, бля, это больница, бля. Пиздец, бля. Ну вот как с ним можно жить? Ну вот как? Ну как можно так жить? Да, ну вот как можно жить? Может кружку, бля, себе будет? Не знаю, все, счастливенько. Ну потому что царанов нет, я тебе думала отдать. Ой, капец. Так куда мы едем? Ну я еду глядь, куда-нибудь. Вы дома не сидите? Нет, я у меня сегодня по плану. По плану? Да, у меня все по плану, я все планирую. И на работе все по плану, и тут все по плану. Я понял. Ну по плану, так по плану. А мы, батя говорил, на лифте не ездили, но хорошо, что хоть не застряли. А что? Потому что сейчас свет будет выключать скоро. Блин, я забыла, надо... Пупсик? Да я думаю, что не, но мы пока туда-сюда доедем, то уже и встанет. сейчас только мы будем ехать заправим еще машину по дороге машину говорю по дороге заправим и поедем вот как раз пока заправимся пока туда-сюда весь уже красный уже пусто сейчас так никто ее не продает тебя же катаю не нравится пусть будет я буду старая не смогу ходить будешь меня возить авто я не вложу большая слишком вы большая машина маленькая сейчас ребят прогреется чуть-чуть ну я думаю что недолго сейчас тык тык ты поехали кто-то машина это меньше его обслуживание это дешевле тут переобуться стоило 600 там стоило 800 плюшу света не было сотка там 900 гривен а тут 600 колеса больше типа тяжелее таскать все прогрелась пристегайся и будем ехать ой короче едем так мы куда кстати коли куда я еду к святику а завтра я поеду к родственникам ох ты своим любимым любимые а есть и любимые у меня родственники все любимые так что ребят вот так короче мама ждет каких-то перемен вот все ребят короче до следующего выпуска увидимся всем пока